Павел делает это весьма провокационное, с моей точки зрения, призвание. Мол, очнитесь, сейчас я начну говорить вам сердцевину истины. Не нивелируя все, что было сказано до того, понятно, что это имеет первостепенную важность, но здесь он говорит, я бы как бы подобрался к зенице ока, того, что мне верил Господь Бог в этом конкретном послании для вас. Поэтому сейчас, пожалуйста, будьте внимательны, потому что то, что я вам сейчас скажу, должно определить вашу церковную политику и доктринальную, и мессиологическую на ближайшие 2-3-5 тысяч лет, в зависимости от того, когда придет Иисус Христос. Мы все с вами знаем, что мы живем в последнее время, но точно так же считали и фессалоникийцы, которые находили те же самые признаки последнего времени во всем том, что окружало их. Вот до того, что они даже как бы перестали работать и сели ждать, когда же наконец придет Иисус Христос. Я хочу вам сказать, это мой личный опыт, и вы можете принимать его или не принимать его. Вместо того, чтобы забивать себе голову, когда же наконец придет Иисус Христос, и что же такое в последнее время, вы учите для себя простую вещь. Ваше последнее, личное ваше последнее время начинается в тот момент, когда вы приняли Иисуса Христа, и оно заканчивается в тот момент, когда вы покидаете эту жизнь. То есть, ваше последнее время началось в тот момент, когда вы приняли Иисуса Христа, и вы осознали, что это последнее время, и оно заканчивается в тот момент, когда вы заканчиваете свою жизнь. Другого последнего времени у вас не было, нет и не будет. Если в это ваше последнее время совпадет с последним временем, или которое в Библии принято называть эскатон, слава Богу. Если нет, слава Богу. В любом случае, для вас, каждая минута этой жизни может стать последней. Хорошо ли, плохо ли, другой вопрос. Поэтому Павел, давая здесь как бы распоряжение, он говорит, это то, что вы должны делать во все или во всякое последнее время. Сейчас, при моей жизни, говорит Павел, через 100, 200, 300, 500, 1000 лет во времена Инквизиции, хотя Павел ее, конечно же, не мог предвосхитить. Ведь позднее, во время погромов, во время Холокоста, во время советской власти, Сталина, чего угодно, это руководство к действию. И также во время Билла Гейтса, или Стива Джобса, в зависимости от того, какими компьютерами вы пользуетесь. И Павел говорит, и пишет, после того, как все подняли уши, открыли глаза, очнулись, он говорит, «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Когда мы говорим подобные слова своим близким и родным, это вызывает совершенно однозначную реакцию. Желание помочь, желание сострадать, желание утешить. Это относительно просто сделать тогда, когда тот, кто жалуется, находится возле вас. Это очень трудно сделать, когда тот, который ропщет или делится с вами, находится на каком-то расстоянии, причем на расстоянии достаточно удаленном, и вы не можете помочь ему сразу, вот здесь, сейчас. Вполне возможно, что в тот момент, когда они получили письмо, вполне возможно, думают они, вот эта вот печаль и непрестанное мучение привели уже к тому, что Павла попросту нет в живых. Потому что каждая дает себе отчет, что между написанием письма и получением. Опять-таки, это не современные средства информации, происходит какой-то временный промежуток. И вся аудитория, естественно, насторожилась, потому что, будучи предшествованными фразами, не лгу, истина, совесть и вдруг печаль и непрестанное мучение, естественно, подвигает каждого из них на вопрос, что такое еще случилось с нашим замечательным другом, который так страдает за Иисуса Христа. Был побиваем камнями, которому давали 40 ударов без одного. Кстати, может быть, не все знают, что значит 40 ударов без одного. Тора запрещает бить человека больше 40 раз. Можно дать только 40 ударов. Но евреи, которые соблюдали Тору, они сказали, а что если человек ошибется, когда считает, и по ошибке даст 41 удар. Это то, что называется изгородь вокруг закона. И тогда евреи решили, что мы лучше будем делать 39 ударов, ибо ежели даже мы ошибемся в счете в меньшую сторону, или вернее в большую сторону, и дадим на один удар больше, то в любом случае мы дадим всего лишь 40, но не 41. И таким образом мы не нарушим заповеди Торы. Поэтому именно здесь, в этом тексте, написано 40 ударов без одного. Хотя, если посмотреть Тору или Пятикнижье Моисеев, надо давать было 40 ударов, а никак не 39. Ну и так, каким образом люди действуют, как они работают с Торой. Итак, в чем же дело, дорогой Павел? Что случилось? Какая еще трагедия, проблема, беда, несчастье стряслось с тобой? И они все насторожились. И тот, который читает письмо, который, естественно, тоже читает в первый раз вместе с ними, говорит страшные достаточно слова. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа». Подумайте, я желал бы, не отлучен, но желал бы быть отлученным от Христа. И тот, который читает, тот, который читает, я вполне допускаю, что у него волосы лезут дыбом, когда он читает вот эти стихи. И он не знает, как с ними совладать, когда он обращается к аудитории. И аудитории, для которой Павел олицетворяет стойкость. Для которой олицетворяет не просто стойкость, а понимание того, что он почел все за тщету и за мусор, кроме спасения в Иисусе, который ради этого страдал, готов был умереть, готов был отдать все свои должности, позиции, всенедрионии, уважаемость, все связи семейные, абсолютно все, что его связывало со старым. Вдруг Павел с преамбулой, истинно говорю, не лгу свидетельствует, теперь для них становится понятно. И весь драматизм того, что Павел говорит, как бы выходит наружу, но они не могут понять. Поэтому я вполне себе представляю, что тот, который говорит, он вчитывается, не веря своим глазам, и говорит, я желал бы, хотел бы быть отлученным от Христа. За что? Почему? Что могло бы подвигнуть, ища вот этого ответа, посланник, который обращается к аудитории с сбивчивым голосом, наверное, с содроганием, с заиканием, говорит, за братьев моих. Некий вздох облегчения, как мне кажется, разносится в аудитории. А, это за нас, за Христовых. И хотя это совершенно непонятно, каким образом ты желал бы быть отлученным за нас, за братьев твоих. Ведь если мы спросим себя, каждый из нас, готовы ли мы быть отлученными от Христа за наших детей, или за наших братьев и сестер, или за соседей, или за родителей, то мы скажем, во-первых, это невозможно. Потому что каждый рождается сам, и каждый рождается в одиночку, точно так же, как и умирает. У Ганса Фалада есть такой знаменитый роман, каждый умирает в одиночку. Каждый рождается свыше в одиночку. У Бога есть дети, но у Бога нет внуков. Поэтому это в принципе невозможно. Но даже уже если, то тогда понятно, за нас думает эта аудитория, за братьев моих. Потому что все-таки мы спасены, все-таки мы Христовы, все-таки мы будем там, все-таки за нас умер даже Иисус Христос. Может быть, мы чего не понимаем, думают они в богословии апостола Павла, но тем не менее, по крайней мере, мы понимаем, что это ради нас. И каково же их удивление чрезмерное, когда вот тот самый посланник, посланника Павла, продолжает читать совершенно, абсолютно уже сбитый с толку, и говорит, за братьев моих, родных мне по плоти. Что-что? За братьев родных по плоти? То есть тех, которые распяли Иисуса Христа? Тех, которые гонят тебя, Павел, от синагоги к синагоге? Тех, которые кричали, распни его, распни? Тех, которые не желают, несмотря на все обетования Божии, благо, благословения, историю, отцов, Авраама, несмотря ни на что, не желают видеть в Иисусе Христа? Ты готов отречься или быть отлученным, если хотите, от того, кто за тебя умер? Ради кого? Чисто по-человечески? Ради братьев, родных по плоти? Может быть, мы что-то не поняли? Павел, конечно же, знает. Или предугадывает, если хотите, эту реакцию. Конечно же, не поняли. В это невозможно поверить. В эпоху благодати, в эпоху всеобщего равенства, братства. И поэтому он говорит, да, 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 родных мне по плоти. То есть, израильтян. То есть, он как бы говорит, он рассеивает последние сомнения. Может быть, кто-то еще сомневается? Братья мои, родные по плоти. То есть, может, кто-нибудь не понял, о ком идет речь в аудитории? Он говорит, да, я желал бы быть отлученным. Я апостол язычников. Я рожденный свыше христианин. Я отвергнувший все старое. Я по рождению, по убеждениям фарисей. Я из колена Вениамин. Я, Павел, сегодня, спасенный свыше, желал бы быть отлученным за братьев моих, родных по плоти. И чтобы никто не сомневался за израильтян. Шок. Я вполне себе представляю, что вот в аудитории, которая как бы сидит, наступает шок. Потому что это понять и принять невозможно. Вот так вот человеческим разумом. И становится совершенно понятно, почему Павел как бы... Слова вот эти вот, не лгую свидетельствуют, они необходимы. Потому что это действительно производит эффект взорвавшейся бомбы. И он немедленно пытается объяснить, в чем же на самом деле дело. Почему именно он призывает и ведет себя так, а не иначе. Аудитория в шоке. Уши все подняты. Сердца все открыты. Все жадно внимают тому, что Павел хочет. Павел, мы требуем объяснения. Что же здесь не так? Мы все как бы думали иначе. Павел говорит, нет. И он объясняет. Потому что он естественно предвидит все эти вопросы. Израильтян, которым принадлежат усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение и обетование. Я хочу еще раз обратить ваше внимание к грамматике. Все, что здесь прилетительно, или то, что им принадлежит по плоти израильтянам, не написано принадлежали. Павел прилично говорит и пишет по-гречески. Если бы он хотел сказать, им принадлежали, то есть до смерти, воскресения и вознесения, что он бы это сделал, тогда все было бы понятно. Им принадлежали, нет вопросов. Но он говорит, им принадлежат. Вот то самое знаменитое, настоящее, длительное время греческого языка, которое сбивает с толку такое огромное количество богословов в церкви. Он говорит, им принадлежат сейчас. Я хочу еще раз подчеркнуть, это послание было написано, грубо говоря, порядка 20 лет после смерти Иисуса Христа. Церковь вступила через свое рождение во второй главе Деяния апостолов на праздник Пятидесятницы, в свою фазу, может быть, еще не зрелости, младенчества, но это ее жизнь. Это эпоха благодати, лета Господня. Это та самая церковная эпоха, в которую мы с вами сейчас живем, вплоть до вознесения церкви. Или великой скорби, в зависимости от того, какого эскатологического взгляда или доктрины вы придерживаетесь. Этого мы не будем сейчас касаться. В любом случае, для любого и богослова, трезвомыслящего, и для любого нормального христианина адекватного. Понятно, что принципиально время, в котором идет речь, от нашего времени не отличается вовсе. Речь идет конкретно о том же самом времени, в смысле экклезиологии, в смысле церковного развития, о котором идет речь. То есть мы с вами живем, иными словами, в 21 веке, во время, которое израильтянам по плоти, евреям, иудеям, чтобы не было никаких соменей, принадлежат. Сегодня им принадлежит и усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Не церкви, а израильтянам. Это говорю вам не я, Михаил Цин, слава Богу, меня можно не слушать. Это говорит вам апостол Павел, который постоянно подчеркивает, не думайте, я говорю, это не потому, что я еврей, это наши еврейские штучки. Я говорю вам, как апостол язычников, я прославляю свое служение. Тем не менее, ты мне друг, но истинно дороже. Евреям принадлежат. А теперь давайте посмотрим, что же сегодня, после того, как мы установили абсолютно бесспорный факт принадлежности евреям вот сегодня, сейчас, вот этих всех замечательных вещей. Давайте же обратимся к этому тексту и попытаемся понять, а что же там самом деле такое. Причем сделаем мы это, исходя из еврейской этимологии, из еврейской истории, из еврейского богословия. Это понимание того, что Павел предлагает людям не какие-то абстрактные штучки, там, знаете, как по-русски, там, красивому слава, трубы гремят, совсем не то. Из еврейского текста на основании еврейской библии. Итак, во-первых, он говорит, что евреям принадлежит усыновление. Это значит, что еврейский народ, израильский народ был и остается сыном Божьим. Или в некоторых местах дочь или дщерь Божья. Это значит, что израильтянам на сегодняшний момент, они могут отказываться от своих родителей, как это часто бывает. Но по своей сути, это невозможный процесс. Потому что даже если я откажусь от своего отца, я не перестану быть ему сыном. Я хочу еще раз подчеркнуть, даже если я откажусь практически от своего отца, я не перестану быть ему сыном. Господь как бы указывает на несменность, фундаментальность, неменяемость заветов, которые он установил. Как бы сын себя не вел по отношению к отцу, он останется его сыном. Почему? Потому что так Господь Бог построил этот мир. Он как бы указывает на простую фундаментальную вещь. Все, что я скажу потом, говорит апостол Павел, основывается на этом факте. Это мои дети. Израиль мои дети. И этот завет не приложный. Другие дети, которых я усыновляю, не отменяют вот этого моего первенца, которым является Израиль. Этому Израилю, продолжает апостол Павел, принадлежит еще и слава. Это уж казалось бы чересчур. Ладно. Они твои дети. Ну слава-то при чем? Ну слава в нашем понимании, это когда говорят слава, слава, там великому слава, красивому слава, там царю слава, президенту слава, премьер-министру слава. Вы знаете, это не совсем то, что есть в Библии. Потому что Павел продолжает рассуждать как еврей. Слава. На еврейте это специально определенный термин. Он звучит как кавод на еврейте. Кавод. Происходит от слова кавед, который обозначает тяжелый. Поэтому каждый раз, когда мы говорим, мы отдаем славу Богу, дословный перевод обозначает, что в моих глазах этот, кого я славлю, имеет вес. Кавед. Тяжелый. Увесистый. Наоборот, наоборот, слово проклятие, хлала, происходит ассоциативно от слова каль, который обозначает легкий. Иными словами, если я говорю, ты тяжелый в моих глазах, я тебя славлю, увесистый. А если я говорю, ты в моих глазах не имеешь веса. Помните, тот, кто говорит рака, принадлежит цередриону или гене. Почему? Потому что слово рек, это значит пустышка. То есть, если я говорю, что ты, созданный по образу и подобию Божьему, пуст, то это значит, в тебе нет ничего, что достойно уважения или уважения тоже кого-то, как и слава. То есть, ты в моих глазах ничего не весишь, я умоляю образ Божий в тебе. Отсюда понятие славы, это не понятие превозношения до небес, и уж тем более не лести. Это понятие того, что ты значим в моих глазах, всегда был, есть и будешь, и не более того. Все остальные, как бы, этимологические добавки из других языков, они призваны просто оттенить культурные отличия в том и другом периоде или в том и ином историческом периоде. Но не более того, основное значение слова слава обозначает, ты имеешь в моих глазах серьезный вес. Если я скажу, что я славлю человека, то это значит, что я просто отношусь к этому человеку так, что он занимает значительное место в моей жизни. Я придаю вес его словам, его мнению, его обстоятельствам. Он для меня имеет большое, тяжелое, если хотите, значение. И наоборот, потому что говорит Господь Бог через апостола Павла, через этого посланника. Он говорит, это мои дети. Да, они совратились, да, они отошли в сторону, да, они грешили, но это мой сын был, есть и будет. Почему? Потому что ему не принадлежало когда-то, а сегодня принадлежит слава. То есть я, Господь Бог, имею серьезные намерения в отношении этого народа даже сейчас, в 50-х годах. Новой эры и в, естественно, 2011 году. Сегодня, потому что, как мы с вами договорились, экклезиологически время не поменялось. Церковь находится в том же самом периоде. И так им принадлежит усыновление, им принадлежит и слава. Им принадлежат заветы, говорит апостол Павел. Мы с вами говорили на предыдущих занятиях уже об этом. Народу Израиля с момента заключения завета с Авраамом, с того времени, как он стал Авраамом, вместо Авраама принадлежат, обратите внимание, не принадлежали, принадлежат все абсолютно заветы, заключенные между Богом и земным населением. Господь Бог выбирает, прежде всего, весь народ мира. Потом из этого народа он выделяет одного человека, которым из Авраам, потом из него выделяет еще Исаака, и из него выделяет еще Иакова, который он называет Израилем. И вот эта вот сужающаяся воронка, через нее идет благословение на все народы мира. И Господь Бог говорит, отныне, через Авраама, Исаака и Иакова, я буду заключать все свои заветы. Или, если хотите, обязательства, иногда безусловные, иногда условные, основанные на взаимном поведении и уважении сторонами договоров. Но я буду исключительно заключать только с представителями этого всего человечества, иными словами, с царством священников, о которых мы говорили, да, в книге Исход, 19 глава, место преддарования Торы, предсинайского откровения. И начиная с этого момента, абсолютно все заветы заключались, заключаются и будут заключаться исключительно с народом Израиля. Почему? Потому. Я так решил, говорит Господь Бог. Спорить бесполезно. Мотивации Господа Бога, Его пути не наши пути. Почему Он избрал еврейский народ? Если бы я был Богом, не дай Бог, я бы, естественно, Израиль не избирал. Ни в коем случае. Я бы избирал Россию, она большая, много гор, полей и рек. Я другой такой страны не знаю. И не только я. Еще и многие не знают и никогда не поймут. Или Америку. Потому что там большая страна, красивая. Много полезных ископаемых, серьезная армия. Да и вообще процветание. Но Господь Бог избирает маленький народ. Никудышную страну. Полупустыню. На две трети пустыни. Без воды, без золота, без нефти, без газа, вообще без ничего. Окруженную врагами. И через нее являет свою славу. Или увесит. Почему? Так Бог решил. Чтобы, наверное, доказать, что Он может сделать абсолютно все, что Он хочет, даже с таким никудышным материалом. Я это говорю, как евреи имею право. Бог, им принадлежит усыновление, им принадлежит слава. Им принадлежат и заветы. Им принадлежит законоположение. То есть, дарование Торы им принадлежит. Когда я слышу время от времени, когда говорят мне в церквях, выборочно забирая из Ветхого Завета или дарование из Торы Моисея те или иные куски, это касательно различных атрибутов веры или хождения в Новый Завет на церкви. Я говорю, вы не должны этого делать. Или берите все, или берите ничего. Тора и ее законоположение принадлежали, принадлежат и будут принадлежать исключительно народу Израиля. Церковь на определенном этапе языческой или язычники были введены в благодать, минуя стадию откровения Синайского. Поэтому нечего на себя взваливать то, что не было предназначено. И Павел очень серьезно выступает против этого в послании к галатам, когда он говорит, зачем вам надо это, а не смышленные галаты, возвращаться к вещественным началам. Это не имеет никакого значения. Вы отрицаете действия благодати в своей жизни. Но для народа Израиля неразрывные заветы, которые были в прошлом, они всегда остаются, они являются основанием для благословения в будущем. Он продолжает, им принадлежит еще и богослужение. Богослужение. Действительно, мы же знаем, что в свое время будет восстановлен храм. Знаем, правда? Этот храм будет восстановлен не в Курске, он будет восстановлен в Иерусалиме. И что самое поразительное, там будут представители всех 12 колен, и там будет Давид, и там будет Иисус, из которой, между прочим, тоже не просто Бог и Дух, но еще и человек, еврей, из колена Иуды. Да, мы знаем об этом. И в этом храме будет производиться богослужение. Оно всегда производилось до разрушения храма в 70-м году римлянами, и оно будет обязательно производиться после восстановления храма. Иезекииль пишет об этом в своих знаменитых 38, 39, 40, 41, 42 главе, что самое поразительное, о чем пишет Иезекииль, он пишет, что в храме будут производиться жертвы. И нам казалось бы, ну какие жертвы, мы этого понять не можем. Более того, знаете, в иудаизме, или в Библии, или в Торе существуют различные виды жертв. Есть жертвы прославления, умилостивления, хлебная жертва, мирная жертва, жертва за грех, жертва за провинности, по разным подсчетам разных богословов, от 7 до 10 различных видов жертв. Поэтому мы всегда как бы ищем более легких путей выхода из данной ситуации. Мы говорим, а, наверное, в храме, описанном Иезекиилем, который будет тысячелетним царством Иерусалима, будут производиться жертвы мирные или хлебные. Но нет. Если вы идете непосредственно к тексту, к библейскому тексту, который есть у Иезекииля, то вы обнаруживаете, что в храме, в котором будет Иисус Христос, будет принесена или приносится ежедневная жертва за грехи. Вы скажите, как же это возможно? У меня нет ответа на этот вопрос, как и я не думаю, есть серьезный, адекватный ответ на этот вопрос у большинства богословов. А те, которые говорят, что у них есть ответы на этот вопрос, просто немножко кривят своей душой. Потому что, естественно, можно ничего нет, такого, чего нельзя было объяснить, если очень хочется. Но, с другой стороны, когда черным по белому написано, что во времена Иисуса Христа будет приноситься жертва за грех, видимо, что-то не в порядке с нашим богословием, а не с библейским текстом. Масса вещей, которые нам совершенно непонятны. Вообще, в описании тысячелетнего царства, о котором говорит Исайя, что вот он здесь будет, Иисус Христос, в центре вселенной, в центре земли, в Иерусалиме, и каждый сможет его обозревать, а Захария пишет, тот, кто не придет, вообще будет в проклятии, у того не будет дождя, да, Захария в последней главе своей книги на праздник кущи должен будет приходить. Вот он будет, Иисус, доказательства все уже есть, того, что он сделал, делает и будет делать, и тем не менее, Исайя пишет, что столетний грешник будет проклинаем. Значит, во времена тысячелетнего царства, в котором Иисус будет править на земле, тем не менее, будут рождаться грешники. Как это возможно объяснить? Видимо, присутствие Иисуса Христа как такового не является залогом праведности людей. До тех пор, пока мы живем еще в этом теле, как пишет Осия, или Аввакум, Осия, последний враг истребится смерть. То есть, пока мы еще смертны, в нас живет обязательно грех. А коль скоро так, то необходимо будет жертва за грех. Не в вечности, но здесь, на этой земле. И Павел, как бы перед изумленными римлянами, открывает еще вот эту вот одну странную мистическую ипостась будущего мира. Он говорит, евреям принадлежат законоположению. Им принадлежит, как он здесь говорит, богослужение. От этого никуда не деться. И для того, чтобы исполнилось то, что должно произойти в будущем, они должны жить. Они должны иметь место. Ибо если их не будет, все, о чем я здесь говорю, не исполнится никогда. И никогда вам не видать тысячелетнего царства, как своих собственных ушей, без зеркала. Ибо если то, что я говорю здесь, правда, то, что говорил Языкейль, правда, то, что говорил Исайя, правда, а это правда, то для исполнения этой правды или всякой правды или праведности Божьей в жизни мы должны хранить их, как зениц вока, ибо не будет их, ничего этого не исполнится. Это как бы уравнение очень простое. Не потому, что они хорошие, не потому, что они замечательные, не потому, что ключ сам по себе хорош. Ключ может быть какой угодно ржавый, но если мы его выкинем, мы просто не откроем им дверь. Важно, что за дверью, но без ключа ее не открыть. Поэтому Господь Бог говорит, берегите их. Не потому, что они это заслужили, но потому, что они имеют значение в моих руках или в моих глазах, как средство и цель, достижение которой я пообещал. Если вы хотите, чтобы ваш Бог был верным и праведным, то вы непременно должны обращать огромное внимание на этот народ, на любовь к нему, на благоставение его, на евангелизацию, но именно на евангелизацию, а не баптистизацию или пятидистизацию, или харизмозизацию. А на евангелизацию, мы говорили с вами, в чем разница. Это не просто индоктринация, это сообщение своей жизни, или представление своей жизни другим людям и заставлять людей быть ревностными. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Им принадлежат обетования. То есть, все то, что я им обещал, говорит Господь Бог, я исполнил. Им сегодня принадлежат не церкви, по крайней мере не в этом моменте, не церкви, а именно израильтярам. Мы заканчиваем этот отрывок из «Римлян», и Павел подчеркивает, заканчивая вот этот совершенно драматический поворот 9 главы, он заканчивает словами «Их отцы», «От них Христос по плоти, сущий над всеми Бог». Очень важный элемент. Ересь арианская гласила о том, что Иисус есть просто человек. Просто человек. Была другая ересь, ересь досетизма, которая утверждала, что Иисус просто Бог. И то, и другое, однозначно и равнозначные по своей величине ереси, признанные Первой Церкви совершенно справедливо. Но суть состоит в том, что мы на сегодняшний день занимаемся спиритуализацией Иисуса. Подумайте, как мы о нем говорим, подумайте, как мы о нем рассуждаем. Мы везде обращаемся к нему как к Богу исключительно, иногда подменяя его понятием «Святой Дух» или другой личностью, Троица. Мы забыли о том, что если мы выхолощиваем из Иисуса понятие «человек», мы лишаем его всего того, что он сделал, как человек, принеся себя в жертву. Ибо Бога невозможно принести в жертву. Бог никогда не умирает. На Христе не мог быть распят Бог. На Христе не мог умереть Бог. Бог не может воскреснуть. Бог не может вознестись. Это атрибуты человека Иисуса, а не функция его как Христа Мессии. У нас часто говорят «Иисус Христос», как Петр Иванов. Иисус – это его имя. Христос – это его должность, если хотите. Мессия – функция, офис его, как говорят американцы. Поэтому, если мы утверждаем, что он просто Бог, это такая же ересь, как говорит, что он просто человек. Но если как Бог Иисус – дух, то как человек Иисус – еврей. И отвержение этого простого факта со всеми, вытекающими отсюда, последствиями – чудовищный урон для церкви. Потому что церковь решается огромной долей благословения, не понимая или не желая понимать еврейскости этого Писания и основывали фундамент того, что Слово Божие было уверено всем евреям, и что на сегодняшний день им принадлежат. Поэтому речь идет о том, что сущий от них Христос по плоти – это важно. Каждый христианин обязан изучать то, что как бы Иисус принес по плоти в это Писание. То есть давая ему не просто колорит, но и фундамент еврейского толкования, еврейской германифтики, еврейской экзегезы. Это совершенно необходимо для того, чтобы понимать Писание и для того, чтобы оно было действием в нашей жизни. Я заканчиваю. Сущий над всеми Бог, как бы сворачивая эту тему, Бог по плоти Иисус Христос, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Знаменитое слово, реконструированное назад, ле-олам. Потому что как бы на иврите есть два различных слова вечность. Одно говорится ми-олам, другое ле-олам. Олам обозначает мир, веки. Но ми-олам обозначает всегда в прошлом. Ле-олам обозначает всегда в будущем. Вот здесь реконструировано из греческого ле-олам. Навсегда. Иносли словами, всегда так будет. Ничто не может отменить. Никогда. Павел понимает, что даже несмотря на то, что он говорит в настоящем времени, у кого-то возникнут сомнения. Так вот, чтобы не было этих сомнений, он дублирует высказывания, которые часто Господь Бог давал Аврааму, Исааку и Якову. В момент заключения с ними заветов, то знаменитое слово ле-олам, навеки вечные, в роды ваши, всегда, доколе не придет земля и небо. И Павел говорит, вот, чтобы до тех, кто еще сомневается и не понял, что значит настоящее длительное время в греческом языке, я вам добавлю. Ле-олам, навсегда, так было, ле-олам, так есть и так будет всегда, чтобы никто никогда не сомневался. И чтобы вообще никто не сомневался, то чтобы вообще никто не сомневался, он добавляет. Слово амен. Слово амен, оно на самом деле достаточно сложного происхождения. Оно, было слово амен, обозначает истина. Через арамейский язык очень часто есть добавление таф. И оно происходило эменет, эменет. И потом, возвращаясь опять к ивриту, нун выпадало. И появлялся эмет, что переводится как правда, истина. Отсюда понятие аминь и понятие амен. Это эмуна, вера. И понятие истина на иврите, этимологически, это одно и то же слово. Поэтому с точки зрения иврита, вера может быть либо истинной, либо никакой другой. То есть, эмуна, амен, это вера. Эменет, промежуточная арамейская форма. Нун выпадает, появляется эмет, и происходит слово истина. От веры происходит слово истина. Поэтому Павел, как бы говорит, амен, имея в виду, истинно веруйте в это. То есть, мало ему было истина, говорю, он начал. Совесть моя свидетельствует в Духе Святом, не лгу. Потом он заканчивает словами, понимая, что это может еще никого-то не убедить. Он говорит, это будет навеки вечный, и чтобы вообще ни у кого не осталось сомнений, он запечатывает. Он говорит, истинно веруйте таким образом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok